У них, они, знаете, как высокомерно себя ведут. Мы здесь хозяева, мы здесь устанавливаем правила игры. И у нас все хорошо. А как будет у вас? Не нравится? Собрал вещи? Вали. Хочешь на фронт тебя? Уже у нас призыв в ЗСУ стал как наказание какое-то. Там что-то кто-то не так сделал. Телеграм-каналы публикуют, все, вручили повестки. Я думал, что ЗСУ это почетно, по зову души и сердца. Нет, оказывается, это уже как наказание, как в тюрьму идти. Я уже вообще отказываюсь что-либо понимать в этой ситуации. Надеяться на ЗСУ. Надеяться на успех на фронте. Надеяться как можно скорейшее завершение войны. Начало предвыборного процесса. И там, в мешоке с моста. Здравствуйте. Ждали баттл с Балашовым? А он будет завтра. Пожалуйста, кто не подписан, подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик и лайк этому видео. И гарантированно вы завтра этот баттл не пропустите. А сегодня я хочу поговорить о теме, которая у всех на устах, особенно популярна среди блогеров-шизофреников, среди всяких шизофренических или грамм-каналов, любителей, сторонников теории заговора. Хлебом не корми, дай теорию заговора. Лишь бы только все было предопределено и от кого-то ничего не зависело. И вот главная версия в таких теориях заговора это корпорация BlackRock. Я хочу об этом немножко рассказать и ответить на ваши многочисленные вопросы. Потому что завален телеграм и почта. Ну расскажи про BlackRock, ну расскажи про BlackRock. Рассказываю. Крупнейшая в США инвестиционная компания. Оперирует невероятными деньгами, триллионами долларов. Все, точка. Не больше, не меньше. Конечно, такие корпорации, вообще такие структуры всегда будут искать, где можно поднять громадные деньги. В Украине идет война. После войны будет отстраиваться страна. Конечно, можно заработать громадные деньги. Зеленский тут же их пригласил. Они приехали. Сын Ворена Баффета в том числе приехал. Для чего? А для того, чтобы заработать, повторяю, огромные деньги. Хорошо это или плохо? Для них хорошо. А для нас не очень. И вот почему. Потому что такие структуры, у нас есть такой домороченный Томаш Фиала. Ну как домороченный, я считаю его тоже агентом извне. Он зарабатывает на финансовых спекуляциях. Он якобы инвестирует, но он инвестирует не в реальный сектор экономики. Недвижимость, я же говорю, финансовые спекулятивные операции. Там нет НДС. Там они не сталкиваются с налоговой системой Украины. Потому что все это идет в других финансовых системах. И налоги платятся там не в Украине. Поэтому это, конечно, идеальная схема. Украина это для этого идеальный полигон. Выбросьте из головы все вот эти вот моменты, что на органы кого-то продадут. Приехали органы выкупать. Если у вас в голове хотя бы немножко что-то есть, не позорьтесь. Я обращаюсь к взрослым людям. Не позорьтесь и не приравнивайте меня к всяким гурам, я повторяюсь, Яковынам и прочим вот этим вот, которые обитают на просторах Ютуба. Я вам рассказываю так, как правда, так, как она реально есть. Так вот, давайте к делу. Блэк-рок, Украина. А где в этой схеме бизнесмены украинские, а следовательно и все остальные? Потому что все зависит от бизнеса. И выбросьте из головы, что государство создает рабочие места. Рабочие места создает бизнес. А государство должно создать бизнес-климат и условия для бизнеса этого, чтобы он рос, не имел никаких границ по своем потенциале развития. От этого будут и высокие зарплаты, и рабочие места, и благосостояние всеобщее. Так вот, в этой схеме с Блэк-роком, с Баффетами, нет в этой схеме украинских предпринимателей. А следовательно и всех вас. А что получают украинские предприниматели? Анонсы от Гетманцева, Марченко, Милованова. Давайте, надо делать военным надбавки, а давайте НДС делаем 30%. А Мазурашу говорит, а давайте 10% акциз на спиртные напитки, на алкоголь. Сегодня я вообще дичайший ужас увидел. Значит, уже хотят ввести новый налог или акциз на сладкие напитки в связи с борьбой с сахарным диабетом. Уже все проблемы здравоохранения и медицины в Украине решены. У нас все супер, страховая медицина давным-давно заработала, все летит вверх. Вообще в Украине все хорошо. Не хватает самой малости борьбы с сахарным диабетом, точнее псевдоборьбы. Надо и тут новый налог. Оказывается, здоровье можно улучшить новыми налогами. Это исключительно изобретение Зеленского, Ермака, Гетьманцева, Марченко и всех остальных Миловановых. Я другого не нахожу. Они делают пост, я сейчас вам его здесь покажу. Они делают пост в Фейсбуке и как они всегда любят. Для чего нам нужен Евросоюз? Нам говорят, нужно ЕС, ЕС. Я говорю, нам не нужно ЕС. Вот они хотят вам ЕС для этого. Они приводят пример. В Бельгии там столько-то евроцентов, значит налог этот, а в Польше столько-то. А мы с малого начинаем. Друзья, в Бельгии население где-то 12 миллионов человек. В ВВП 600 миллиардов долларов. В Польше 40 миллионов человек. В ВВП 700 миллиардов долларов. В Украине тоже 40 миллионов человек. В ВВП 200 миллиардов до войны. И всегда подчеркиваю, только потому что коммунальные услуги сильно подорожали. Так было бы 150-160 миллиардов. Куда вы лезете? И если вы публикуете данные по Европе, хотя Европа это не факт, что это правильно. Теперь уже могу говорить, что это вообще неправильно все. Что то, что в Европе забюрократизированы и дикие налоги. И слава богу, сейчас многие украинцы на своей шкуре в этом всем убедились. Так напишите сколько ВВП в этих странах. И в общей, и на душу населения. А потом публикуйте. И самое главное, они в конце подмазались, примазались. Это все в соответствии с программой Олены Зеленской, супруги нашего президента. Прикрыли. Крыша. Это крыша получается. Как вы к этому относитесь? Напишите в комментариях. Мне интересно. Меня, знаете, просто распирает от этого. Идет война. Вы вместо того, чтобы людям дать полную свободу и экономическую свободу действий, раз уж границы закрыли, вообще не трогайте тех людей, которые хоть как-то могут теоретически заниматься созиданием, свой вклад в ВВП страны, в возрождение, в поддержку армии делать. И вообще, вообще-то у нас не рабство, вроде бы как, да? А на тебе еще новый налог. Так возникает тогда вопрос, почему международным инвесторам, таким конгломератам все, украинским предпринимателям ничего? И при этом украинские предприниматели молчат. Вышли на пару часов за мафы, помитинговали. Про мэров я еще... Кстати, анонс. Про мэров я еще расскажу отдельно. Готовится видео, что такое мэры в Украине, с чем их едят, чем они на самом деле занимаются. Значит, занимайтесь мафами, вам Кличко, Филатов или Труханов, или какой угодно мэр раздолбает вам ваш магазин или ваш киоск, или киоски. Мент придет, бабушку, которая торгует для того, чтобы с голоду не умереть, каким-то луком или какой-то клубникой, малиной, наедет, выгонит эту бабушку, а может быть еще все заберет, стрепает нервы. Марченко с Гетьманцем Смиловановым нарисует вам 5-6 новых налогов. Кстати, напоминаю, что вот уже на носу повышение НДС, которое уже принято решение, вернее, возврат НДС до 20% на топливо, все опять подорожает, еще больше, а я уже 7 месяцев живу не в Украине, мне сообщают, что продукты в Киеве подорожали почти в 2 раза. Вот куда все идет, и вот как все идет. А это еще пока стабильный курс доллара, пока они его искусственно поддерживают золотовалютных резервов, которые наполняются не благодаря нашим экономическим успехам, или просто правильным действиям во время войны, или хотя бы действиям в соответствующем здравому смыслу во время войны, только благодаря Америке с западным партнерам. Но Блокрок приезжает, вам все, ребята, сын Баффета приезжает, пожалуйста, делайте, что хотите. Знаете, почему так? Потому что те структуры заходят в кабинет на самом высоком уровне, все договаривается, все обсуждается, пожали руки, у всех все успешно, кроме нас. И власть хорошо, и корпорациям хорошо, бизнесменам, внутреннему инвестору и всем людям плохо. Так как оценить эти действия Зеленского? С Ермаком все понятно. Кстати говоря, на мой взгляд, я не верю, что садится Зеленский, напротив него представители Блокрок или сын Баффета, и он действительно понимает, о чем там идет речь. Они уже едут, перед этим они отправляют какие-то документы, какие-то материалы, это изучают доверенные лица Зеленского, во главе с Ермаком, конечно. Дальше принимаются решения. И еще раз говорю, там знают, как договориться. Это не вам столкнуться с мэром, с местной властью, с налогами, повторяюсь, с кем только не приходится столкнуться, во время войны. И без войны эта катастрофа, сейчас особенно. А Ермак и компания свое получат. А Зеленский выйдет в вечернем видеообращении и будет говорить, Крым заберем, война скоро закончится, вот Блокрок к нам приехал, мы подписали там меморандум, все будет замечательно. Но прошу заметить, я говорю это вам не первый раз, прошу обратить внимание, вы можете взять, вот смотрите это видео, а сегодня будет вечернее видеообращение, послушайте. Он никогда вам не скажет никакой конкретики по будущему. Но Блокрок уже заработал, семья Баффетов заработала, наверное кто-то в офисе президента тоже заработал, но это не точно, вы понимаете, да? Я задаю еще раз вопрос, который задавал в начале видео. Где в этой схеме украинские предприниматели и просто украинцы, которые должны ходить каждый день на работу, которую им обеспечивает предприниматель? Нет нас в этой схеме. Что в этой ситуации делать? Надеяться на ЗСУ, надеяться на успех на фронте, надеяться как можно скорейшее завершение войны, начало предвыборного процесса. И там, в мешоке с моста. Никаких революций, я подчеркиваю еще раз, потому что пишут самые глупые комментарии, никаких революций не надо, кроме цифровой. Свой протест можно выразить в соцсетях. Используйте мой канал как площадку для этого. Здесь подпишитесь, телеграмм подпишитесь, везде подпишитесь, пожалуйста. Вот нужно сейчас им показывать, что мы все это видим и главное, что мы это все понимаем. Закончились те времена, когда можно было шахер-махер за закрытыми стенами сделать, как Янукович. Помните, у кого это было? У Клименко была комната в подвале, полностью акустика сделана, чтобы без прослушки, чтобы никто не слышал. Бункер настоящий. Да, в те времена и то вскрылось. Сейчас ничего это сделать у вас уже не получится. Но я там, знаете, смотришь, там ленту новостей, ютуб, попадаются видео, какие-то еще конференции сейчас организовываются. Туда приходит этот Шурма, этот Милованов, что-то там умничают, рассказывают, как Милованов этот пищит, как свинья какая-то. У них, они, знаете, как высокомерно себя ведут. Мы здесь хозяева, мы здесь устанавливаем правила игры. И у нас все хорошо. А как будет у вас? Не нравится? Собрал вещи? Вали. Хочешь на фронт тебя? Уже у нас призыв в ЗСУ стал как наказание какое-то. Там что-то кто-то не так сделал. Телеграм-каналы публикуют, все, вручили повестки. Я думал, что ЗСУ это почетно, по зову души и сердца. Нет, оказывается, это уже как наказание, как в тюрьму идти. Я уже вообще отказываюсь что-либо понимать в этой ситуации. И я задаюсь вопросом. Да, мы сейчас должны все поддерживать Украину. Да, мы пристально следим за тем, что происходит на фронте. И уверен, что все хотят как можно скорейшего уже окончания этого ужаса и кошмара. Но почему никто не говорит о завтрашнем дне? А если война растянется, допустим, на 3-4 года, так тем более Зеленский должен выходить и рассказывать, а что, собственно говоря, будет завтра. На что они рассчитывают? Я вас уверяю, не будет Америка давать деньги бесконечно. И по ситуации с ленд-лизом, вам могу сказать, уже там год, по-моему, прошел с дня подписания Байдена. Ни слова в прессе. Это все, вот, я уже вам говорил, многие там протестуют, ездят там митинги, активисты. Если об этом не говорят, значит на это не дала добро администрация Байдена. Вот и все. Поэтому я считаю, Байден вышел, этим подписанием запугал Путина. На самом деле, если они понимают, что не дают оружие по ленд-лизу Украине, происходит сумасшедшая эскалация, Байден этого боится. Байден боится, потому что Байден не готов к никаким радикальным... Вот этим он отличается, главное, от Трампа или от того же Десантиса. Он не готов к никаким радикальным вещам, он не готов по-настоящему сражаться. Он примерно действует, как все наши чиновники. Косметические, полумеры. Вот вроде и сделал, а ничего по факту не сделал. Вроде им помпезно, а за этим идет пши. Но сказать, что Америка ничего не делает, нет. На сегодняшний день Украина существует благодаря Америке. Если бы не Америка, ничего бы уже не было. Я скорее веду к тому, что Америка решает задачи Америки. Байден решает задачи Байдена, но не Украины. Чьи задачи решает Зеленский? Очевидно, наверное, Блэк-Рока, семьи Баффетов. И опять какой вопрос назревает? Так, а где мы в этой схеме? Думаете, это конец? Это не конец. Проблемы только начинаются. Вспомните мои слова. Если вы не верите, посмотрите, год назад открыл канал. Зайдите, смотрите первое видео. Все сбылось. Вот я вам сейчас говорю, проблемы только начинаются. Я смотрю эту тенденцию. Знаете, как делал Кучма? Кучма на низах вообще никого не трогал. То есть он шел снизу вверх. Они вверху делали, что хотели. Какая угодно приватизация, миллиарды долларов, богатейший человек, старость свою доживает на Сардинии в шикарнейших условиях. Ему были неинтересны никакие ФОПы. Он говорил, да не трогайте их, пусть там шарудят, лишь бы только не бастовали. Эти влезли в карман уже самым микропредпринимателям. Ну, к чему мы с вами приходим во время войны? Еще одна отличительная черта, которую я хочу, чтобы вы взяли на вооружение. Конкретика. Никто не дает никакой конкретики. Все в общем, в общем. Опять же, помпезное обещание, а конкретики никакой, а цифр никаких, а практического применения их словам нету. Ермак, это же вы, кого я называю, вы же знаете, что Шурмайтед, это зам Гетьманцева. Значит, Милованов, это советник Ермака, так же, как Подоляк, так же, как был Арестович. Вот вся эта ГОП-компания. Работают они на Украину, я утверждаю, они не работают на Украину. Все, что они делают, это работа против Украины, это работа против украинцев. Я обращаюсь к предпринимателям еще раз. Если не будете отстаивать свои права, в мирные времена, в военные времена, неважно. Сейчас же все предприниматели помогают тем, кто на фронте. Ничего не получится с этого. Если опять будете локально решать свои задачи, там вот чуть-чуть мне надо, я пойду, там депутат какой-то выйдет с барского плеча пообещать порешать, ничего не получится с этого. Или глобальное решение вопросов, то есть изменение всей системы, экономика совсем на другие рельсы, неолиберальное становится, суперсвободная экономика, свобода предпринимательства. Или ничего не выйдет. Я сейчас вам во время этого видео назвал несколько цепочек, где вас имеют, прямо говоря. Все, от местной власти до центральной власти по цепочке. И всех все устраивает. И как всегда, если я где-то не прав, напишите в комментариях. И подискутируем. И на стримах я что-то не видел очень много предпринимателей. Но я, конечно, начну делать отдельные стримы сугубо предпринимательские, может там будет какая-то конкретика. Мало в Украине придумать бизнес-идею, мало в Украине найти под нее финансирование. Вообще-то полное отсутствие, но вдруг какие-то частные деньги. И даже если вы реализовали, вам надо еще будет отбиться от, не знаю, десятка разных негодяев, которые представляют, я повторяю еще раз, от местной до центральной власти. И еще там сбоку припеку. Вот так это все работает. И особо это обидно, потому что все поездили по миру и понимаем, что с Украины можно было делать конфетку. У Зеленского были для этого все шансы. Нет. Очевидно, что все его решения диктуются только политикой. Чтобы не потерять рейтинг, быть героем, получить аплодисменты. Почему уважаю Залужного? Делает тихо свое дело. Там вот в НАТО отказался на какую-то ехать встречу, коммуницировать, потому что фронт не может бросить там и так далее. Или там видеоконференции, я не знаю. И никаких политических заявлений. Я больше верю в такой подход. Я больше верю в такой подход. И вообще от Залужного после войны будет очень многое зависеть. Очень многое будет зависеть. Ему придется, если он сейчас в чем-то не разбирается, там в делах полностью государственного устройства, ему придется в этом разобраться. Потому что, очевидно, везде понадобится его помощь. Но я ни в коем случае не призываю и не хочу, чтобы случился военный переворот и какие-то конфликты между военными и даже чиновниками. Если это случится, это будет что-то страшное. Но нам нужно совсем других людей у власти и помощь военных, чтобы вычищать это все на букву Г из нашей страны. Эти из кабинета вылетят и знаете, где осядут? Точно не в Украине. Они никогда не пользуются той системой, которую они создали. Они всегда наварили кашу, уехали в Канаду, США, по Европе, где угодно. Никогда не хотят наслаждаться прелестями созданной им системы. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.